Международный день светофора – прекрасная возможность юным участникам дорожного движения еще раз повторить правила безопасного поведения на проезжей части. Хотя они и так все прекрасно знают. Надо дорогу переходить, когда загорится на светофоре зеленый свет. К празднованию дня рождения светофора ребята из летнего лагеря «Колобок» подготовились на отлично. В нашем лагере «Колобок» очень много раз говорят о правилах дорожного движения. Мы их учили и приготовили до вас танец. Еще мы песни учили и стихи некоторые. Программа мероприятия была насыщенной эстафеты, конкурсы, танцевальные номера, песни и стихотворения, которые были посвящены виновнику торжества. Красный очень строгий свет, он горит в проездоне. Желтый подожди чуть-чуть, а зеленый можно в путь. Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа. Именно в этот летний день был установлен первый прибор, регулирующий движение на дороге. Светофор состоит из трех цветов. Красный, желтый и зеленый. Нужно идти, когда зеленый горит, нужно идти. Когда желтый, чуть-чуть подождать. Красный, значит, прохода нет. В игровой форме дети еще раз повторили знания дорожных знаков и правильное поведение на проезжей части. Здесь в игровой форме, в таких хороших традициях, добрых, с участием всевозможных сказочных героев. Мы еще раз напоминаем ребятам о правилах безопасного поведения на дороге, рассказываем о видах светофора, какие они бывают, регулируя движение транспорта, пешеходам. Мальчишки и девчонки дружно отгадывали загадки и выполняли сложные задания. Им пыталась помешать главная злодейка праздника – Шипокляк. Но и ей не удалось сбить ребят с толку. Ребят, конечно же, нельзя играть в мячик на проезжей части. Разве можно нам, Шипокляк, так себя вести? Знаю правила. Я знаю знаки. Знак пешеходного перехода означает то, что можно переходить дорогу. А там, где нет пешеходного, знака пешеходного перехода, переходить дорогу нельзя. В оздоровительном лагере на базе детского сада «Колобок» отдыхают 50 школьников в возрасте от 7 до 9 лет. Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Яна Николаева, досуг ребят очень разнообразен. У каждого отряда есть свой план. Каждый день запланировано какое-то мероприятие. Вчера, например, был день посвящен сказкам. И викторина в конце была заключительная, тоже было открытое мероприятие. Праздник получился веселым и интересным. И главное, ребята повторили правила безопасности и пообещали сотрудникам ГИБДД, что будут грамотными участниками дорожного движения. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. Я очень рада.